друзья мои привет мы приехали горюшкина сергей ванчур скат правильно серега я говорю со мной сергей сейчас приедет геннадий и мы чуть раньше подъехали хотим посмотреть что у него есть возможно геннадий купит каких-нибудь дискусс а я хочу вот серегу упросить чтобы он рассказал кто такой горюшкин сергей расскажи всем как ты мне вчера рассказывал вот так же горюшкин ну как бы я давно с ним познакомился очень давно я еще был пионером так скажем юна там тоже как бы ну и в филях вот у сергея горюшкина еще там был анатолий иванович ножнов такой великий аквариумист советский селя в подвале детского дома у них была такая большая разводня именно по дискуссов дискуссов они разводили и даже выводили новые породы ездили на конкурсы в юго-восточную азию в германию и как бы все эти фото видео репортажи брат сергея горюшкина делал и как бы мы смотрели еще в те годы это было вообще что-то вот как вот сейчас мы все смотрим до блогеров а вот это можно сказать и первый блогер и первые первая дискуссовая ферма которая называлась скат ну больше конечно там ранее известно было по журналам журнала были же как-то расшифровывал аквариумист селекционно-коммерческая какая-то там команда что-то такое я забыл сейчас спросим за там от и чего они там обозначают вот ну что еще рассказать но легенда да да это человек легенда это тот кто первый первый по-настоящему ну может не первый но по крайней мере первый среди известных таких матерых аквариумистов именно дискуссами на дискуссах так скажем приобрел свою славу друзья ну а мы сейчас прикоснемся к этой легенде вот мы в гостях давайте посмотрим что тут есть сразу же на входе стоит морской аквариум с разными актинюшечками хирургом не помню как остальные называть ковну серый вот серёге надо спросить здесь какие-то альтумы ночи огромный аквариум вот на входе я не знаю сколько тонны полторы наверно точно есть такой вот скаля рачки с листиком я напугал поэтому мне надо татьевой да и не кто серёг ты тут ничего себе тут куча объемов таких до а вот и сергей иванович очень приятно познакомиться с вами как раз сейчас рыбок кормит а затем связаны вот эти они просто разные размеры чтоб удобнее кормить а специальная ложечка мерная чтобы не пересыпать или кучу для удовольствия чтобы пальцы не мочить а а вот так понятно угу 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 надо тоже привязать смотри какие там томские скалярии да вообще а там чёрный-чёрный и тут альтумы коричневый турки коричневый турки нем они потом вот такие бирюзовы все как вот такой вот весь такой заливий да красный синий пор да 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 вот ближе к такому тоже с возрастом все посмотрим родителям родители этих ребят ну они извиняюсь пометок не как близнецы братья они все немножко отличаются просто но они будут заливаться да вот так же красненьким синичком да те кто не залился скорее всего не заливаются но они будут яркие просто в нормальных условиях ну там кое-кто есть уже полностью прокрашивали это родители друзья ну там ну там ну там ну там ну там а я сейчас пройдусь отдельно а спройдусь сейчас мы гену сейчас ну пойдемте я там покажу я не профессионал разобрали я даже себе не оставил думал идет разведение ну и наделаем ну скажем голубые змеиная кожа еще а так по большому счету я из других хозяйств я из других хозяйств давно рыбу не брал и скорее всего не буду ну риск велик когда помоложе я справлялся с этим мы как-то брали из Малайзии от джеффритана ну и занесли поэтому ну это я смог победить а так поэтому дискуссов немного альтумы сейчас наиболее волнуюсь вот они у нас нет не гиганты да это из-за того что все таки в маленьком объеме живут или как да нет не гиганты это нормальный средний размер взрослые рыбы да могут быть иногда экземпляры вырастают но вот не соврать вот такие я например на чемпионате видел в первый раз крупную рыбу ну не 30 конечно сантиметров но сантиметров 25 выглядит кстати очень непривлекательно такой какой-то монстроватый монстр вот поэтому да можно раскормить какую-то рыбу до очень больших размеров с точки зрения разведения это неправильно ну а с такой хороший размер у него какой он должен быть ну средний размер 15 да и она кстати я понимаю там в пятитоннике и вот эти гиганты смотрелись бы наверно неплохо хотя еще раз говорю чем крупнее рыбы тем она грубоватее выглядит вот а в нормальном аквариуме там тонна две самый нормальный размер для рослой рыбы ну кому что нравится кто-то кому-то нравится приплюснутые высокие ну уроды а кому-то нет так и с размером берет он 250 литров вот ему крупнее такого не надо они там будут очень гармонично выглядеть казаться крупными а крупные там будут просто монстрами ничего красивого ну это мое личное умение мое то есть горе вкусу не всем разным уго уго у вас какой объем тонны две 1800 800 ну нормальный хороший альтон вон туда надо кого альтон альтон я на самом деле не рекламирую с точки зрения там продать и так далее просто в большом объеме конечно настолько интеллигентная рыба возможно все хорошо здесь да в принципе может и здесь да где-то 30 градусов я содержу 27-28 а для нереста 29 где-то ну в принципе с дискуссом я даже не предлагаю желающих и так он скалярий скалярий ручные ручные даже раз хотя бы я донесу не дашу а сколько раз в день помните ну большую рыбу раза два малька три там четыре малька чем мельче чаще вообще 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 во-первых редкая а во-вторых своим размером вы сами с вами разводят да ну это рыборазводня это вот прям это это не не передержка это не полный спектр это именно вот где вот с ними тут мучаются нет по передержке мы сюда рыбу не берем уже нет скалярий а у нас вообще чужая не заезжает ну риск велик если что-то заболеет то он сорок все это можно восстановить вылечить но это работает очень много поэтому и выбор дискуссов спектр он не несет то что вот мы держим мы еще вчера вот были в Сергее да вот там нет нет я имею ввиду что этот оксидатор там стоит оксидинатор оксидинатор да то есть может нам поставить потому что у нас в аквариуме то нету аэрации вообще там все хорошо точно достаточно конечно да Требовчик купи просто мере сама рука да не нужно ничего вам мерить это по первости люди начинают все там замеры и это может быть действительно надо но из этих измерений самое важное посмотреть что у вас происходит с органикой сколько даже не органика а уже продукт разложения там аммонии нитриты нитраты он первый месяц все это меряет и в принципе правильно а потом все это делается ну интуитивно видите рыба плохо себя чувствует вот померяйте может у вас аммоний выскочил надо что-то делать с фильтрацией посмотреть ну там массовые мероприятия у нас просто аэрация получается кислород только в сам подается ну и хорошо в самом аквариуме вообще нету никуда ничего ну ничего страшного нет я все считал просто кислород должно быть достаточно будем надеяться ты по адресу оплатился для нитрификации ну и там для дыхания его не так вот 6 там миллиграмм на литр этого достаточно у нас еще растения живут тем более они тоже выделяют ну а ночью-то они его потребляют корнями они берут азот нет нет все он правильно говорит ночью от их потребляют какие-то там на нужные растения но если у вас он не забит полностью растения ну так у вас все это в пределах погрешности как она не ушла туда или так ну сверху власти пойдем какие-то физики да но ты тебе нравятся такие дискуссии вот ты же хотел с голубизной такой да которые уже залились вот вот их именно и посмотреть давайте давайте залились мы начнем заливаться хорошо ну потом вы знаете я вам скажу это дело такое вкусовое дело бывает рыба она не заливалась как вы говорите ну вот скажем вот красивый ну я о чем речь веду не бледный он сам по себе красивый здесь банка-то рабочая они нормальные банки по-другому то есть надо да если вы как бы для себя наметили что только полностью записанную рыбу ну у нас как бы видимо хотелось бы яркость яркость а вот если вы просто посмотрите красивые ради бога потому что смотреть это вам а не для кого-то вы же не для выставки но не выставки да выставочные экземпляры нам желательно чтобы все было правильно правильная форма до конца записанной если в разделе в классе дисков этих турки мы вставляем полосатый робот это не вызывает сомнений но если для себя то от такого легендарного заводчика надо штучек 6 взять дискуссов надо вести в соликад водились и размножались хорошего да вот друзья правильное решение пока рыбы клоют я начну вам показывать аквариумы которые есть здесь и буду стараться замедляться так сказать вот здесь вот написано 62 64 что это может означать аж например может обозначать это у нас зеленый ангел или как-то так называется здесь прям черный черный скаляри очень похоже на черный бархат это дискусси мелкие крты 24 05 19 возможно дата рождения здесь вот красивые красивые альбомы сидят и огромные такие они больше чем моя рука разом в два разом в два ну они какие-то такие типа ты кто такой мы тебя не знаем и все ко мне жопой встали кроме тут поменьше которой тоже скалярочки тоже скалярочки породу не скажу но красивые некоторые аквариумы тут пустые скалярочки вот такие вот 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 шевелюсь и они конечно тут такие дергаются нервничают это маленькие вот прям под ними получается родители тут мальки тут тоже интересно сделано здесь вот еще дисков я вам уже показывал родители тех что берет геннадий здесь куча всяких сумиков я взял фонарик друзья чтобы посмотреть кто там живет вот живут там разные разные номерки я к сожалению у них не силен поэтому просто предлагаю посмотреть продюсер есть и и и и и и тут все скопом живут такой прям номерник аквариум номерник так там больше я ничего не вижу давайте вот здесь ну вот смотрите как это вот видимо инкубаторы какие-то как он работает вот так вот работает показывал секретой сюда заливается водичка но и где-то там сливается через какую дырочку дети скалярики сша тут разные детки на у нас искрусов и кто-то еще интересная куба найти вот кружочек снизу это вот здесь сеточка и туда сливается вода получается через мембрану да она мембране формы там и каташки здесь какие-то тут ремонтики подрастают аллахурус и каташки кучу мальков внизу все у нас сам как у огромного здесь вот уже разбор идет в этом месте вот каким-то образом тут видимо откачивается еще и вот сюда и это все ездит вода имеется ввиду приемное устройство здесь приняли водичку и пошли там дальше воздingers все вот смотрите аквариум со сколярками скалярки, 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 сомики, дискуссы, сомики, скалярки, скалярки, сколько их много тут, а там старисонки там, какие-то инвалидные старисонки, ну в общем-то, плавающие аквариумы, видимо, чтобы было видно родителей, или что, я не знаю, пока Сергей Иванович знает, ну все это детские дискуссы, это у нас какие-то геопарусы, какие-то, сомики, венесуэлы, секридки какие-то, тоже на геофагусах похоже, попруглее диски, скалярки, разные полосатики, это вот мы посмотрели, вот такую вот, а вот еще, вот эту не посмотрели, здесь вот какие-то мхи сидят, какие-то кровины, ну и тоже, кстати, проточный, проточка организована, ну вот они, проточки, видите, вот, вот сюда, вот там, водичка идет, небольшой струйкой, ну и сливается, сливную трубу и в сам, там, а ты куриков-то, посмотрел, я туда иду, там они же пока еще ловят, да, да, тогда я успею еще вот здесь, скалярки, не успею. Ну там, скалярки. и иди ой сту рисом очка красавочку и белый скалярки фонариком вот смотрите сам пик все вот и мешочек приходит и понеслась вот здесь фильтруется каким-то образом он проходит здесь вот биозагрузка дальше биозагрузка тоже видимо здесь тоже вот биозагрузка и здесь на выходе самп биозагрузки такое количество что мои сампы просто отдыхают нет здесь рядом до краскова кислород качать ну смотрите сколько здесь разных скалярок это просто какой-то фонтан скалярка главное почему-то вот в маленьких аквариумах маленьких аквариумов куда вода течет и где-то она вытекает где-то какая-то дырочка есть а вон видите губки через вон ту губку она сливается там сомиков куча что рисунка оба не наедет одессе тоже ремонтик с турецом растет смотрите подрастают тоже скалярки видимо вот на эти форты увидите они вот подписаны здесь каждый то чего есть на каждом аквариуме здесь вот видите подписаны всякие ну что-то там означают эти подписки смотрим на стеллаж который с другой стороны красивый ковик гуаливаются видите такие они очень красивая порода взял себе полосатике написано рио на май я должен сказать что это аквариум вот он во всю стойку метр наверно шириной просто такое как бы впечатляющая такая глубина давайте дальше пройдемся ну вот видите в качестве биозагрузки чего используется типа и кеймовских шариков здесь на промытке видимо стоит вот можно посмотреть все сделано как бы полу тоже куча скалярий здесь куча скалярий причем высота потолков здесь позволяет еще в принципе один но люди как бы не экономят мало вот тоже ремонтик подрастает колярии разных разных приравных зеленый таких фантомов и шикарный внизу у столярки блин у меня на разводе так мало рыбы вообще просто по ходу дела не вылазит с этой разводе никуда давайте вот где дискуссов брали посмотрим рыбу здесь тоже разные скалярии разные приравные интересно как блестючая краска тоже все сампы сам тут под каждой стойкой грубо говоря на 6 аквариумов вот такие вот огромные сам на 6 на 7 аквариумов вот такой вот сам пищи беленькие маленькие уйти 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 пути 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 давай иди сюда поснимаемся съемки съемки все массовка где массовка массовка разбежалась поняли что от меня и дождать здесь ждать бесполезно наши диски которых мы смотрели не буду останавливаться подробно соответственно все скалярки тоже похоже на тех вот здесь куча геофагусов вот суринаму он там красноголовые есть вручить красноголовые суринамы и столярки у них обычно как обычно здесь коряжки камни все больше ничего не надо чуть-чуть грунтика покопаться вот видите да все сам друг пусть сам по конечно хороша так ведь здесь водичка бегает а аэрация как организована уже другие бактерии живут на губке больше кислороду и бактерии видимо геофагуса ну либо какие-то клетки пока я не видела родителей других да 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 мне надо на переда раз и на свидетелем показать сережка мне же скажут почему ты не остановился не показал подробненько все коридоры да 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 сейчас я вот эту комнату я тоже сниму здесь у нас тоже скалярки соответственно все похожи на тех это вот ремонтик тоже ничего остается видимо в ремонт его а здесь вот аквариумы стоят вот видите для чего рабочие пары сидят и не все здесь вот тоже видите листики тоже пара сидит здесь парочка сидит здесь такие же аквариумы скалярочки черный видимо черный бархат возможно просто черный интересная тут система а это для осмоса видимо это самый повышатель давления вот а это но разбор воды наверно ну вот этот бак стоит вот интересует такой вот подготовка видимо надо будет узнать они но расскажите мне чего-то там паркориков я тебе вот венцюэла да да венцюэла венцюэла венцюэл штербики классные вот штербиков я бы взял у меня 10 что есть там еще круче есть самый тебе это и я по-моему предлагаю а я не хочу ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой векра о таких кадры шикарно ну там и бабай как же мне приспособиться личинки скалярий вот они прям так с листочком тут и сидят здесь неизвестно кто здесь тоже а здесь вот уже такие личиночки пора уже уже прям личинки большими и корочка и корочка чья-то скорее всего тоже скаляра здесь прям вода кипяток это с компрессора идет воздух ваш горячий с этого тоже прям вот еще штербики не знаю что за компрессор хиблоу тоже 120 у меня вот халия хиблоу это совсем как крутые компрессоры прям компрессоры для этих для совсем богатых людей так вот здесь вот еще такой узенький проемчик есть в котором стоят аквариум здесь вот номерочки сидят пятнистые вон номерочки и он даже вот так вот лучше нет этих вот сидят тоже в дырочках ну что-то там рожают такие вот соники черноспинные есть вот здесь конярка рамки куча сомиков штербиков мелких большие штербики жирненький дегюк ну плюк оплыли венесуэлки венесуэлки еще тут маленькие вот сомики видите сидят вон они ну вот они например сидят вот соник сидит маленький малышняки тут нарожались вот побольше малышняки такие смешные вот смотрите вот они пригнали да покажись и тут вот такой закуточек такой тюрьма спинных снял да друзья вот сам это такая комната прям организованная не как разводня как вот красота это вот где мы вот здесь стояли разговаривали хочу вам показать аквариуму которые здесь стоят очень-очень-очень красиво ну вот это те самые альтумы которые прям прям огромный я не знаю они размером с конусом цена к конусу размером наверно сантиметров 35 такой здесь видимо малышня их не я вот так позорно говорить как мне нравится альтумы подрастающие но они поменьше чем те здесь такая релакс комната курить сигару посидеть повтыкать на рыбок вот видите ли и крата вот тут кто он стоит кусочек плитки отрезан и они на него мечут эту плитку потом забирают ну и соответственно инкубируют вот товарищи с колярки здесь малышня всяко разная всяко разно малышня тоже вот на альту похоже такие уже ломаные лубы вот посмотрите ух высокотелые такие ух 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 отбываешь и альтумов захочешь я уже что то хотеть прям стал дискусы жарко здесь вот что ничего Ну и внизу с коляночкой. Вот сейчас, да? Здесь мы сухоем. Какой-то хеккель. На лечении, видимо. А с малёчком. С малёчком. Там малёчки сидят. Друзья, ещё одна комната, которую я так и не посмотрел. Давайте глянем, что у нас есть здесь. Альту мы тоже. Какие-то мохматые сомики. Скалярочки. Ну вот так вот выглядит. Вот так вот это всё выглядит. Красноголовики. Внизу всё это сомпики. Всё организовано. По-научному. Просто огромное количество скалярий. Да! Вот смотрите. Вот почему они в отдельных сидят? Ну, во-первых, это разные помёты. Ну, то есть от разных. А почему нельзя маленькие аквариумы на протоке держать? Или это психологически? Никакого секрета. Никакого секрета. Здесь литров 20. Так. Вот в таком отдельно держать на протоке вообще нет никакого смысла. А так они на самом деле сидят в этой же стойке. Вот сюда, видите, он поступает водичка из этой стойки. То есть здесь и есть протока, но в рамках этой стойки. А густо собраны кормить очень удобно. Бросил Артемию. Вот они всё это. А здесь вот в таком аквариуме бегли за ним. На мой взгляд просто технологично. Никаких секретов нет. Просто технологии. Второй вопрос. По поводу бака. Вот этот огромный бак. Это водоподготовка? Может и так считать. Это 1000 литров. Значит, вода поступает. Ну, сейчас у нас горячую воду включили до начала августа. А так поступает, регулирует, чтобы браться в 29. Через механический фильтр и два угрина поступают сюда. Отсюда я, как видели, и шлангом раздаю. То есть вы её там не мешаете с осмосом? Ничего, просто вот как есть. Нет, тогда нужно. И отсюда же идёт протока. Вот она, протока пошла. Куда дальше? Ну, у нас там надо что-то слить. И ты оттуда может, сколько синдеза гновить для всякого ущерба. Ещё вот здесь хотел спросить, а уже не помню что. По поводу... Вот это для чего? Это простая аэрация? Вот это? Нет, вот это вот. Ну, очистка, там надо, кстати, уже мать. Там синтепон, а где-то губки. И здесь даже может быть... Ну, а вот этот душик для аэрации просто сделан, да? Ну, во-первых, он по всей поверхности тогда... А, а вот это что за трубки тогда ещё? Вот эти белые? Это... В общем, мы продолжим сейчас смотреть. Это вот кто? Это какие-то неизвестные геофагусы, да, Серёга? Это кто такие? Сувенамы? Нет. Нет? Нет. Нет. Какой-то интересный вид геофагуса. Похож на красноголового, но какой-то не такой. Красноголового. Да, сейчас я тут, да, снимаю вот этих вот друзей всех. То есть скалярий здесь просто какое-то неимоверное количество. Почему они отдельно? Посмотри, сколько у них твити. Я начинаю завидовать. У меня нету столько рыбы, вообще даже рядом. Ты, смотри, количество. Ну, весь человек рыбой живёт. Ты живёшь силиконом. Не, я рыбами хочу жить. Всё, я не хочу. Я не хочу силиконом жить. Ну, интересно. А сторисомкам-то тоже вот это для сторисом. То есть они сюда подплывают и здесь икру откладывают. То есть какая-то пара, видимо, паруется. Раз икру забрали, новую сюда поставили и всё. Ну, прям просто великолепно. Смотрится по-волшебному. Ну, перенесу реально больше в коридорах. Красота просто, прекрасота. Вот если б я в детстве сюда, я часто захожу сюда, и мне просто какая-то, я не знаю, волшебное притяжение какое-то, я не хочу отсюда уходить, вот никак просто. Вообще просто красота, красота-прекрасота, вот здесь такой аквариум стоит, что на нём сидит, на нём сидят какие-то самые антики, жирные такие, прижирные, и красивые коряшки, здесь тоже сколярочки, и вот ещё вот такой у нас последний проходик. Там Геннадий ходит, меня уже торопит, говорит, поехали, хочу ещё на птичий рынок заехать. Сейчас вам доснимаю, ну это всё сколярки, 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 это мы с той стороны видели вот этот вот стеллажик, вот, внизу сколярки, сколярки, если вы посмотрите, сидят, здесь тоже кто-то, никого не сидит, нет, какие-то геоталки. Вот, здесь сидят, здесь сомики сидят, огромное количество какое-то, неимоверное. Сколярки, 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 это у нас сколярки, 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 наверное, буду банальным, если скажу, что это тоже сколярки. Их просто неимоверное количество. И сомики, и здесь сомики, сомики делают работу, так сказать, почистки архвариумов. Их практически не надо чистить, они снаружи грязнее, чем внутри. Ну вот так вот, друзья, и тоже вот водоподготовка. Если морозилка морозит меньше 25 градусов, то можно вообще корм не обрабатывать живой. Нет, на неделю замораживаем, и все. Там, где стоит архвариум, стоит против микрошки, там можно выставить. Это со слов Микулина Александра Евгеньевича, царственного небесного, он в институте работал, потом был, я так понимаю, консультантом. То есть он этим занимался предметом, и ученым. Он мне говорит, Сереж, если, говорит, ниже 25, недельку, там, 2 проморозиться, можно не обрабатывать ничего. Просто большинство морозилок работает при минус 18. И поэтому тогда формалинчиком. Ну, для надежности. Потому что, если источник один и ловец все время в одном месте ловит, и как бы все проверено, ну, риск снижается. А основные ингредиенты фарша какие-нибудь, подскажите нам, ну, чем бы вы рекомендовали? Ну, мы делали говяжье сердце, ну, естественно, очищенное все. Понятно, от пленочек, от животных. Да, ну, условно, там, 300 грамм. Столько же либо кальмаров, либо морепродуктов. Соленая рыба, ну, в смысле, имеется в виду, морская рыба, да? Да, либо морская рыба. Редка может быть. Ну, все, вот это морепродукты. Вот, получается где-то, условно, 60-600 грамм. Туда 200 грамм морковки, тертой, сырой. Туда шпинат примерно столько же. Продается уже измельченный. Значит, паприку, грамм сто, сухую. Да там у нас есть на сайте. Он, правда, сейчас не очень актуален. Там менять некогда, обновлять информацию. Но там по поводу фарша, там есть, как бы, его рецепт. И все это. Сердце 600, морепродукты 600. Нет. Сердце 300, морепродукты 300. Ну, может, 600-600, и это вот тогда. Ну, я просто... Ну, вот так вот, 300-300. Дальше у нас... Морковь тертая 200. Морковь. Сырая 200. Шпинат? Шпинат, ну, где-то так же. 200. Паприки сухой. Ну, можно и не сухой, просто больше тогда надо. А сухой. Ну, грамм сто, там, 150. Я так наступил. Кто-то чеснок... Ну, то есть, вы можете там фантазировать сколько угодно. Только вредного не плодите. Все это прокручивается. Мы на блендере все это взбивали. На килограмм такой смеси 3 грамма карафилла. А что такое? Это астаксантин синтетический. Карафилла. Все это перемешивается. Если там недостаточно жира, то 10 миллилитров рыбьего жира, потому что каротиноиды жирорастворимые. И все это перемешать в тонкие пакеты и в заморозку. Чтобы не пылило, мы агар-агаром жилировали. Что такое? Как желатин? Это... Ну, только желатин, он животного происхождения. Там белка много, и нам это в аквариуме не очень нужно. А это растительное... Водоросли. Она так и называется. Зефир, да. Это водоросли. Продается, то есть, агар-агар. Да, агар-агар, он так и называется. Да, агар-агар, он так и называется. Мы там на глаз делали. На маленьком, да, он должен... Его разогреваешь, даешь возможность ему раствориться, такой, как кисель. Вот это все смешиваешь. Единственное, на малых дозах попробуйте, а то иной раз получилась такая, подмягко не оторвешь. Мармелад делали, агар-агар. Ну и сейчас делают так же. Вот. Сейчас, по-моему, туда что-то дадут. Поэтому вот где-то так. Можете там поискать, сколько нужно, какая консистенция должна быть по агар-агару. Вот все это перемешать в тонкие пакеты с зефлотом и в магазин. Она уже пылит меньше. Все понял. Все. Спасибо. У вас здорово. Так, Сергей Иванович, я был рад с вами познакомиться. Это раз. Второе. Хочу сказать, что я где-то, я впечатлен. Ваши разводники не знакомились? Нет. Нет. К сожалению. Образ. Это самое. Значит, да, я хотел бы еще раз сюда к вам прийти, уже вот чтобы... Когда поспокойнее. Но просто, да. Я все понимаю. Мы сейчас тоже на рыбалку там едем. Деньги там в сентябре. Давайте я позвоню и мы встретимся. Отдельный ролик сделаю. Я надеюсь, зрителям тоже будет интересно. Учестно говоря, я уже не очень верю. Все эти легенды это все прошлое. Какие-какие легенды? А, то что мы легенды? А, давайте мы покажем. Давайте мы покажем, что это легенда все-таки. Но она была. Это давно. Это все, как бы все. Вы уже в истории. Тем не менее, это старство. Да. С годами-то не уходят спивать. Там. Мудрость появляется. Это да, это все правильно. Там. Энергетики чуть меньше становятся. Там. Ну еще вот там. Друзья мои, вот к таким разводчикам, когда попадаешь, ну в такое место, вообще к таким людям, можно сказать, это легенда аквариумистики. Когда попадаешь туда, вот чувствуешь себя пацаном, который вот случайно оказался в этом месте, и который вот ничего вообще не знает, и на это все смотрит с такими вот глазами, с удивлением, с восторгом, с таким, с детским. Я вспоминаю себя, когда я в детстве был, и вот в такие места я попадал. Это вот прям один в один ощущение. То есть ты понимаешь, что твои знания, они какие-то вот такие. Вот. И с тобой рядом стоит человек вот таких масштабов. К сожалению, к сожалению, он очень торопился. Даже вот просто позвонить к таким людям, да, и сказать, а можно я приеду, это и то как бы, ну как-то вот. Блин, ты понимаешь значимости вот его и этого всего. Вот. И вот тут, ну и такая возможность появилась, поскольку мы туда как покупатели, по сути дела, приехали, да. Я все-таки вот познакомился с этим великим человеком. Я вот смотрю на это все, вот там вот эти вот системы фильтрации, да, хочется как-то подробнее туда заглянуть, посмотреть, что там, как это все устроено. Ну не знаю, мне это интересно, с технической точки зрения интересно. Мне интересно это вот количество скалярий, конечно, это вот какая-то фантастика вообще. Я люблю скалярий, но нам это вообще вот просто. Огромное количество этих альдумов, скалярий, самов, тех, кто любят вот Сомиков, кому нравятся Сомики, ну это просто рай какой-то там каких-то, сколько нету и полоса таких в точечку и, блин, все сумасики. Вот. Ну, как я уже говорил, я с Сергеем Ивановичем договорился встретиться и вот конкретно более подробно уже возьму с собой большую камеру, буду там все это дело снимать и крупно, и общие планы. И с ним хочу поговорить много-много-много вопросов. Еще раз говорю и по поводу того, как это все там устроено, почему это так устроено, почему используются эти инструменты, а не те, почему именно, например, скалярий, что его заставило вот именно убиваться скаляриями, спрос на них такой большой. Вообще, куда это все сбывается, ну, так вот какие-то детские вопросы такие хочется, ну, на мой взгляд они, ну, может быть, на ваш взгляд они детские, но на мой взгляд, как бы, эти серьезные вопросы, которые хочется задать. В общем, я в таком тихом-тихом восторге, как бы, ну, вообще, собственно говоря, классно, классно, классно. У меня нет слов, я не знаю, как это описать, но мне это очень понравилось, и я еще хочу туда раз съездить, еще хочу раз туда съездить, взять с собой, там, дядю Яшу, вот, и чтобы он тоже, как бы, помучал. Кстати, дядя Яша его очень хорошо знает, как и Сергей, в котором мы сегодня были. Но сегодня в суете, во-первых, мы человеку сразу, как бы, покажи дискуссов, да, вот, и сразу давай, вот, там, берем, и он, значит, пока их там шел ловить, пока то все, Ну, это такие вот, на разводе дела, которые очень много времени отнимают. Ну, и вчера он изначально сказал, что мне там надо уехать, вот, в Востоках, поэтому давайте вы пораньше там приезжайте. Ну, и даже пораньше приехали, все равно не успели с ним, ну, вот так вот, плотно-плотно пообщаться. А так, конечно, вот, ну, хочется вот более подробно, хочется вот это все увидеть. Короче говоря, я вас уже замучил. Давайте еще раз посмотрим на то, что у нас в конечном итоге появилось, что тут получилось. То есть, я махнул рукой, они, наверное, это, вернулись. Ну, вот такая неплохая коллекция собралась для Геннадия, для аквариума, который в Салихарде. В Салихарде у нас. Ну, по моему уразумению не хватает белого цвета, дискуссов белых. Вот, стучек тоже 5-6 хотелось бы сюда, но, к сожалению, я их пока не могу в Москве найти. Если кто знает где, или у кого-то они есть, я с удовольствием рассмотрю предложение. А теперь предлагаю снова насладиться ими, пока они не уехали. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.